Тайные договоренности Польши и Франции. Как сообщает польская радиостанция РМФ-ФМ, ссылаясь на свои источники, компромисс в ЕС относительно изменений соглашения о торговле с Украиной, которая не удовлетворяет Киев, произошел из-за того, что польский премьер Туск сумел договориться с президентом Франции Макроном. В публикации идет речь о том, что 13 марта на пленарном заседании Европарламента была принята поправка польского евродепутата Анджиа Галицкого, в которой говорилось о невыгодном для Украины включении в расчеты импортного порога 2021 года, когда объем украинских агротоваров был низким. Поправка Галицкого также касалась расширения списка продуктов, на которые необходимо распространить ограничения на крупы и мед. К сожалению, вопрос украинской агропродукции остается максимально политизированным. Позже министр сельского хозяйства Польши Чеслов Секерский убедил главу правительства Дональда Туска, что ключевой в усилях Польши добиться больших ограничений украинского агроимпорта может быть роль премьер-министра. Туск якобы сначала отнесся к этому скептически, но потом передумал. Тогда Макрон мало знал о соглашении с Украиной и не догадывался о важности 2021 года как базисного года, значительно снижающего уровень украинского импорта. По словам источников радиостанции, разговор между Туском и президентом Франции Макроном был решающим. Однако Макрон быстро понял, что Франция также может что-то получить, поддержав Польшу в этой игре. По результатам переговоров, евродепутаты добавили в перечень украинских товаров, на которые распространяются ограничения новые товары. Овес, кукурузу, крупы и мед. Однако включить в соглашение 2021 год и добавить в список пшеницу не удалось. Тогда впервые Польша и Франция выступили совместно, что привело к отсутствию поддержки компромисса предварительно заключенного с Европарламентом. В пятницу 22 марта на саммите ЕС в Брюсселе Макрон и Туск представили лидерам ЕС необходимость изменить соглашение с Украиной. Переговоры проходили официально, но и кулуарно. После Макрон рассказал о требованиях Польши и Франции о включении в список пшеницы. И уже сейчас пересматриваются соответствующие квоты и тому подобное для украинской градной продукции, что, конечно, будет ударом по украинскому бюджету в условиях, когда Украина и так страдает от постоянных ударов по собственной экономике. Этот вопрос максимально в Европе политизирован, особенно в контексте приближающихся выборов в Европарламент. В Польше будут местные выборы. Естественно, что все политические силы пытаются представить себя защитниками именно своих собственных фермеров, которые являются очень активной в политическом плане частью общества. Все соседние с Украины страны поддержали Польшу и Францию. К ним присоединились Италия, Хорватия и Словения. Пока что, к сожалению, мы видим то, что диалог с некоторыми странами продвигается не очень эффективно. И это, на самом деле, очень большая проблема. Не только для Украины, но, наверное, и для Европейского Союза тоже. В итоге в торговые соглашения с Украиной внесли половину 2021 года, что все еще означает значительное сокращение украинского импорта. При этом, что характерно, запрета на везение российской или, например, белорусской ограрной продукции в Европейский Союз до недавних пор не было вообще. Только сейчас поднимается соответствующий вопрос. Только сейчас, возможно, будут введены пошлины. И, что характерно, никаких вопросов со стороны европейских фермеров это не вызывало. Это все указывает на то, что на самом деле это довольно-таки продуманная информационная кампания. А на днях украинская делегация прибыла в Варшаву для переговоров, чтобы решить вопрос о ситуации на границе. Начинаем визит в Польшу со встречи с премьер-министром Дональдом Туском. Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств. Говорим об оружии для Украины, ситуации на границе наших государств, развитии торговли и инфраструктуры. Рассчитываем на прагматический и конструктивный диалог. И на работку действенных решений. Однако накануне переговоров польского и украинского премьера все эксперты сошлись в едином. На сегодняшний день Украина не имеет диалога с Польшей по разблокированию границы. Все, что происходит сегодня на границе, это абсолютная политтехнологическая акция. Протесты у украинских границ на территории Польши, очевидно, вещь уже не новая, но и не конечная. Это хороший инструмент в руках отдельных популистов, польских партий, пытающихся прийти к власти. Польские аграрии активно протестуют с начала февраля. Возникает вопрос о том, что недовольство всеми этими моментами активно использовалось в последнее время России для того, чтобы расшатывать поддержку Украины в Европе. В частности, Россия для этого использовала фермеров, причем все мы знаем про польских фермеров, но разнообразные подобные движения, они присутствуют и в ряде других стран Европейского Союза. И, соответственно, вот они довольно-таки успешно продвигали тезис о том, что Украина – это какая-то угроза для Европейского Союза, для европейских фермеров и тому подобное. Список претензий и требований фермеров очень широк. В частности, они активно противостоят импорту агропродукции из Украины, но не только. Если посмотреть на их требования, требования самих протестующих, там не первоочередные требования о запрете украинского экспорта или ограничении украинского экспорта. На самом деле требования их очень просты. Это уменьшение налогов, это дотация на сельское хозяйство и отмена так называемой экологической зеленой реформы, которую проводит Брюссель. Но после Украина-польских переговоров лед немного тронулся. Так глава польского правительства Дональд Туск после разговора с украинским коллегой заявил о прогрессе вокруг решения проблем агроимпорта и автоперевозок. Мы ищем решения, которые, возможно, не будут всех полностью устраивать, но которые будут защищать основные интересы польских фермеров и производителей, и, с другой стороны, украинских. Мы ищем, и мы близки к тому, чтобы найти решение. Однако эксперты уверены, протесты и блокирование границ со стороны Польши будут продолжаться и дальше. Протесты будут продолжаться до завершения выборов в Польше, местных выборов. Они должны состояться уже через две недели. Ну и выборы в Европейский парламент. Ведь именно сейчас это ключевая цель отдельных политиков – завязаться в Европейский парламент для того, чтобы можно было влиять на европейскую политику. Это своего рода шанс для праворадикальных сил обрести определенную приверженность и влиять на процессы в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok